Мне кажется, что каждый уважающий себя житель Крыма или гость нашего полуострова за сезон должен съесть минимум килограммов 10 клубники. Тем более, что сейчас в Крыму ее очень много, и это по-настоящему клубничный рай. Среди клубничных полей чувствуешь себя настоящим великаном. Когда заглядываешь под широкие листья и видишь там целый клубничный мир. Снуют по своим делам букашки, а на соломе аккуратно лежат блестящие ягоды, одна больше другой. Вокруг этих полей, видимо-невидимо, до самого горизонта. И возвышается над ними наш герой, который уверяет, что выращивать клубнику – дело весьма интересное и, несомненно, вкусное. В воздухе витает не только клубничный аромат, но и образ советских времен, когда крымская клубника тоннами отправлялась на материк и дарила солнечное тепло и сладость тем, кому этого не хватало. Впрочем, и сегодня тонны клубники вполне могут отправиться в дальние края. Ведь именно крымское клубничное счастье – самое вкусное. Все любим. Если бы не любили, не работали бы, наверное. Любимое дело – ну как, если нравится, занимаешься, да, если тебе это дело не доставляет какого-то удовольствия, то оно тогда и не нравится. Здесь и нравится делать, и мы как бы с этого живем, это наша работа, это наш заработок, мы от этого существуем. Клубники было, но мало. Я еще помню, там, ну, еще когда в детстве, да, там, с бабушкой, там, с отцом где-то по каким-то полям ездили, но ее было, но мало. В основном здесь были сады. Как-то родители еще дома ее чуть выращивали и там продавали ее. Вроде там можно было с ней что-то заработать. Ну, решили как-то объем увеличить. Дома это нереально было. Взяли, здесь еще земли нашей никакой не было, здесь были распаеванные паи и все эти старые деревья, яблоня здесь росла. То есть взяли гектар мы в аренду у одного человека, то есть раскорчевали этот гектар, посадили сразу гектар клубники. И, в принципе, получилось у нас все. И как бы вот с этого началось. Потом просто мы этот гектар выкупили и так постепенно начали выкупать всю землю здесь у людей. И вот на данный момент 12 гектар своей земли мы тут имеем. В этой Альминской долине, вот долине конкретно по руслу реки, здесь свой микроклимат вообще. То есть складывается, если взять бугры выше, ниже, там в ту сторону, влево, вправо, там чуть-чуть по-другому. Здесь вот именно в этой Альминской долине, как бы свой такой микроклимат и для выращивания клубники здесь довольно-таки хорошие условия. И для выращивания яблок. То есть остальное здесь садить, ну, скажем так, не рекомендуется. Потому что такие можно было бы садить деревья, там и персик, и черешню, и виноград, но здесь им не место. Их не место там на буграх, где-то повыше, а здесь только яблоки. Я конкретно здесь в этой деревне и рос, и вот на этой речке, как бы, да, мы тут с утра до вечера проводили время, там, не знаю, и домой на обед не ходили. Конкретно вот в всех этих местах, это моя родина, да, так скажем. Были здесь сады старые, да, но в то время, когда мы были детьми, они еще, был совхоз, еще эти сады были в достойном состоянии. Они, что мы делали, воровали яблоки по этим садам, да. Ну, раньше у всех было хозяйство, да, когда-то было и хозяйство, и коровы, там, и сено, и все это в детстве было, да. Когда-то мы этим всем занимались. Ну, это уже было давно, но было. Коров я не доил, ну, такое, как там, заготовка сена, да, там, покос его, и там, перевозки, и вот это, тюкование, сеновалы, это все через это мы проходили очень хорошо. Такого хозяйства, да, домашнего, как раньше было, у всех людей уже нету. Сейчас проще где-то работать на работе, чем держать корову. Ну, в принципе, все как было, так и есть. Деревня, свежий воздух и физическая работа. Вам никогда не хотелось переехать в город? Нет. Я, в принципе, в городе постоянно, каждый день по каким-то делам там, но жить там я не готов, и работать тем более. Я здесь работаю уже 10 лет, ну, как бы начал, да, уже там свое это дело, и уже приработался 10 лет, достаточно опыта уже наработано, и много сюда очень вложено, как бы в этом себя нашел. Клубничный сезон в Крыму начинается еще в апреле, но ранняя ягода выращивается только в теплицах. Она не особенно сладкая, но всегда дарит ощущение скорого прихода летнего тепла. Грунтовая клубника – это царица полей. И чем теплее становится в Крыму, тем она слаще и ароматнее. Если вам, как и нам, повезет оказаться на сборе урожая такой ягоды, считайте, запас витаминов вам обеспечен надолго. У нас сортов немного, у нас клери, альба, был ханей, его мы убрали, как бы стал он уже такой нерентабельный. Сейчас вот попробовали новый сорт Сирия, она поздняя. Как бы посадили ее немного, экспериментально, но показала она себя на данный момент нормально. Вкус под хорошей нагрузкой, где-то около килограмма на кусту висит. Сейчас посмотрим, как покажет она себя на рынке, ее реализация. И в дальнейшем будем думать, стоит разводить этот сорт или не стоит. Клери, как бы, это ягода номер один, это везде, это скажет любой. На нее самый большой спрос и на рынке, и вообще, потому что она настолько сладкая, эта ягода. Особенно при правильной агротехнике, да, эта ягода получается очень крупная, сладкая. Сама по себе она блестящая. То есть на рынке спрос, в первую очередь, на клери. Но сорт Альба, она как бы более объемнее выдает, да, потенциал закладывает. И, скажем, на объеме с Альбы мы собираем больше, чем с Клери. Цена, конечно, у Альбы чуть-чуть меньше, чем у Клери. Но на объеме ей заниматься выгоднее, да, это исходя чисто из экономических таких соображений. Ну, начинается все с того, что, скажем, сейчас, когда мы уберем урожай, эти кусты, они будут полностью скашиваться. Когда урожая уже не будет, в пайке наводится порядок, то есть пробирается вся трава, чтобы она была чистая. Она обрабатывается там от всех вредителей, болезней, эта клубника. И потом косой скашиваются вот так все макушки листьев. После этого вносится питание, идет новое нарастание шапки зеленой массы, и она начинает кидать усы. В тот момент, когда усы уже достаточно, она их накидала, да, и они достаточного размера, те, что нужны, мы начинаем закладку рассады. То есть режем усы, оборудуем теплицу, затеняющей сеткой и системой туман, и начинаем закладывать рассаду. Рассады мы закладываем, ну, в зависимости, сколько мы будем садить. На гектар идет 60 тысяч, вот с нашей схемой посадки, 60 тысяч кустов идет на гектар. То есть и 2 гектара, 3 гектара садим, значит, 180, там, 240 тысяч, сколько нужно рассады, мы закладываем. Пол ладони, это даже не самая крупная. Ну, скажем так, что масса уборки уже пройдена, и на данный момент, это, скажем так, ее осталась третья часть на кустах. Слушайте, ну она сладкая? Ну, альба сильной сладостью не отличается, как клери, но сейчас, да, она уже слаще, чем изначально. Потому что изначально, когда уборка начинается, альба чуть кисловатая. Во-первых, это зависит от сорта, чтобы она была сладкой. И нужно солнце. Чем больше солнца, тем клубника тогда будет набирать сладость. Если, скажем, погода пасмурная, идут дожди и идет нехватка солнца, то клубника все равно будет кисловатая. Если ее вовремя поливать, то она не испытывает никаких стрессов. То есть жара для нее это нормальное состояние. Если подобающий полив для нее, то есть ее земля не должна пересыхать. С реки воду и берем, если бы не было реки, наверное, не поливали бы. Вода поливная, делали анализ, как бы для полива то, что нужно. Полива требует она хорошего. На обычный, скажем так, полив уходит на один гектар около сорока кубов воды. То есть 40 тонн воды, это не учитывая какой-то засухи, то есть это при нормальных условиях. Если засуха, солнце, постоянная жара, то есть 60-80 кубов на один полив одного гектара. То есть если 5 гектар мы там поливаем в день, то у нас там в районе 400 кубов воды выходит. У нас все под каплей, как бы стоят там какие-то установки, насосы, все это раздается на расстояние и все поливаем, успеваем. Один из главных рисков при выращивании клубники – не угадать с почвой. Хотя чернозем здесь не так уж и важен. Лучше иметь песчаный грунт или глинистый. Именно такой и есть в долине Альмы. Песок делает почву более рыхлой и наполненной воздухом, чтобы у ягоды было хорошее проветривание. Тогда ее точно можно есть прямо с куста. Без удобрения нельзя вырастить хороший урожай и качественный урожай. Но удобрения есть разные. Есть органические удобрения, есть минеральные удобрения. Как у нас в народе привыкли называть химия. То есть здесь мы больше используем органические удобрения. Это лично я здесь в своем хозяйстве использую. Это куриный навоз я беру непосредственно на фермах. И в больших объемах делаю с него вытяжку. То есть это большие емкости, туда загружается 2-3 тонны этого навоза, делается вытяжка. И потом этим все поливается. Но опять же без минералки не обойтись. Это скажет любой специалист. Ну и по фазам роста растения добавляется немного минералки. Солому, да, стелим мы осенью. После посадки в середине июля мы садим клубнику. С сентября мы выгоняем уже здоровые кусты, которые будут уходить в зиму в спячку. И вот где-то в октябре мы стелим солому. Солома нужна для чего? Для того, чтобы ягода, вот на данный момент она лежит на соломе. И если проходит дождь, если соломы не будет, вся ягода будет заляпана землей. То есть она вся станет грязная, похожая на картошку и никому не нужная. Ну и здесь получается меньше влаги, она не гниет, скажем так, если много дождей. Ну да, и при избытке влаги, как бы даже если это просто будет земля, дождь прошел, то ее нельзя выбирать. Потому что грязь, будут ноги все в грязи, ягода вся в грязи. А на соломе буквально час небольшой ветерок и можно спокойно заходить, оно все продуется, грязи не будет и можно проводить сбор ягод. Так, все, я начинаю пробовать клубнику. Артем, скажите, почему вот крымская клубника считается одной из самых вкусных, наверное, во всем мире? Ну, не знаю, крымская фрукта вся считается как бы качественной и вкусной. Ну, потому что, наверное, солнечный у нас Крым, а солнце – это всегда качество любого урожая. Качество любого урожая налицо. Клубника очень вкусная и огромная. Клубничное счастье. Бывают рекорды до 70-80 грамм вес одной ягоды. В ладонь? Да, в ладонь. Вот почти в ладонь там, две трети ладони. А форма вот у нее достаточно стандартная? Ну, один сорт мы видели, она была такая пирамидальная, это вот с сердечком таким. Ну, альба, нет, она первая, где-то процентов 40 ягоды первой, она идет вот такого плана, она больше сплюснутая, похоже как на лопату какую-то. А потом следующие процентов 50-60, она почему-то становится более такая, как морковка. Ну, примерно, да, вот такого плана она становится. То есть первая ягода, самая крупная и самая большая, 40% у ней, она вот такого вида. А потом она получается вот такая. А бывает же, вы говорите, еще сросшиеся, какие необычные бывают формы? Ну, бывают, как везде в природе, да. Бывает, достанут какую-нибудь там 2-3 ягодки сросшиеся, она размером как яблоко. Как-то так природа распространяется. Невозможно остановиться. Вроде так много, значит, надо есть. Мы больше двух лет клубнику на одном месте не держим. То есть мы ее посадили, первый год сняли с нее урожай, второй год сняли с нее урожай. И эту пайку мы запахиваем, перепахиваем, и земля парует. Но она не просто парует, мы садим на нее культуру сидират. То есть это делаем анализ земли, смотрим, чего в земле хватает, чего не хватает. И исходя из анализа, садим ту культуру, которая нужна для этого. На данный момент вот 2 гектара у нас есть. Мы там посадили овес и горох. То есть горох и бобовы – это заряд азота для земли. А овес – это борьба с определенным спектром болезней. Здесь 17-18 год росла клубника. Вот 18-й год сняли с нее второй урожай и поле оставили под пар. То есть сейчас вспахаю, переверну, и до момента посадки, как бы вот этот овес и горох, эта зеленая масса, она превратится в подушку удобрений. С 20 июля вот эти 2 гектара будем сажать молодую посадку, закладывать. Вся эта зеленая масса там перегниет. До момента посадки она еще будет 2-3 раза дисковаться. И перед самой посадкой будет фрезероваться. То есть фрезой будем проходить, делать подушку 15-20 сантиметров рыхлой, мягкой земли. Я занимаюсь открытым грунтом, мы занимаемся. И теплицы мы как бы никогда не ставили. Ну я вот сейчас поставлю, начал установку 5 теплиц. Просто установку приостановили, началась уборка, рук не хватает. Сейчас уберем и доставим теплицы. Хочу попробовать малообъемную технологию. То есть поставил, планирую поставить 5 теплиц, 9 на 50 размером. Если здесь клубника растет в земле, то здесь она будет расти на стеллажах в мешках. То есть в мешках будет либо субстракт, либо земля. Земля будет застелена там чем-либо. То есть не будет ни травы, ни грязи. Все будет красиво, чисто. Посадим сюда ремонтантные сорта и КСД сорта посадим ранние. То есть это как бы эксперимент. Будем сейчас экспериментировать, пробовать, учиться. Вместе с Артемом учатся выращивать клубнику и большой коллектив. Есть те, кто работает здесь с самого начала. И есть, кто впервые оказался на уборке урожая. Но сложностей никто не боится. Кажется, собирать такую красоту сможет любой. Было бы желание. Да и особенностей уборки не так много. Просто нужно быть аккуратным и отбирать наиболее спелые ягоды, которые так и хочется съесть прямо на месте. В 2017 году получал грант. Этот грант приобрел технику определенную, которую нужна была. В соглашении прописано, что 5 лет, если деньги использовал, то 5 лет нельзя прекращать эту деятельность. И вы планируете все продолжать? Ну, конечно, да. Планов много. С рабочими, да. Проблема. У меня вот оформленных есть 6 человек штат, которые работают там практически круглый год. Они у меня оформленные, они в штате. На уборку нужно найти много людей. Там 50, 60, 40 человек нужно на уборку. Но это буквально там на месяц-полтора. Рабочие там, это в основном там женщины, которые занимаются саповкой, посадкой, нарезкой усов. Ну, выполняют все вот эти работы. То много работы, да, которые нужно выполнять. Ну, мы и сами много работы выполняем. То есть я там брат, отец. Ну, то есть физически сложная работа. Есть, да. И много еще ребят молодых работают, которые, ну, там же на тракторе, на мотоблоке, на какой-то технике. Мы еще и вечером собираем, если надо вот как-то продать, что машин там много, заказываем много, потому что знают это хозяйство и всегда ждут, когда именно в этом хозяйстве вот в их нем начнется уборка кубинги. Они уже знают там краснодарскую, турецкую, нет. Вот только вот ихнюю. Вот в этом хозяйстве уход хороший. Они вот там, кто подкармливает чем-то, но здесь нет такого. Здесь и детки с самого начала, вот когда мы только приходим, если ее мало, и дети едят, никаких этих, а то выражаешь пестицидов. Вообще клубник, он нравится вот так вот. Вот берешь рядочек и выбираешь, поднимаешь ее вот, чтобы был красный носик. Если вот беленький носик, я вам сейчас сорву, это клубника неспелая. Ее и покупатель будет плохо брать. Вот это спелая клубничка. Ну и так потихонечку кустики переворачиваешь аккуратненько, туда-сюда, раскрываешь куст, чтобы следующие, они же вот эти все зеленые, они через три дня снова будут вот такая вот. А правильно нужно отрывать с хвостиком? Обязательно, вот чтобы был сантиметр хвостика. Если вот так оторвешь, она, во-первых, будет гнить, он видите как. Когда собираешь как-то это, а потом вот штучки три берешь домой, там с сахарком еще, со сметанкой. Ну, на вкус. У меня вот, я не люблю ничего в жизни кислого. Потом я люблю сладкое. Ну, клубничка тоже сладенькая уже. Конфиты не люблю, а вот, ну, конечно, как такую клубнику не съесть, это же просто грех. Проезжала в гости к маме по пути вот по этой дороге и увидела, как убирают люди клубнику. Приехала домой, спросила у папы, ну, и думаю, подработаю. Как раз ребенок с мамой мне понравилось. Тяжело, конечно, но... Но здесь целый день на жаре, да? Да, ну, не целый день, мы до пол первого. Тяжело, но лучше честный труд. Ну, я вообще люблю деревню сама по себе. Я не люблю городскую жизнь, я люблю деревню. И тем более, ну, приятно убирать ягоду, чем работать, допустим, ну, вот с животными. С ягодой всегда приятнее, интереснее. Печем пироги, просто едим, компоты вот закатываем, варенье обязательно или просто с сахаром. Ну, вообще, лучше, конечно, есть свежие. Чем больше, тем лучше. Старшей дочке вот 18 будет, а младшему 3 будет. У вас дочь 18-летняя? Да, она тоже, кстати, убирает клубнику вот с 9 класса. Тоже на уборке подрабатывает. И как вообще, ну, детям, мне кажется, клубника полезнее всего, да? Ну, она вообще любит, да, ягоды. Маленьким, конечно, нет, а вот таким детям очень полезно. Сразу здоровый вид такой. Что значит, в хозяйстве все пригодится. Вокруг клубничных полей здесь растут яблоневые сады. Пока еще совсем молодые. Первый урожай будет года через два. Но ведь когда-то именно в Альминской долине выращивали самые вкусные яблоки. Значит, и теперь все получится. Эта посадка клубники уже трехлетняя. Ее, в принципе, можно было запахать, но мы не стали ее трогать. Оставили, потому что что-то да с ней будет. Там тонн 5-10 мы какие-то с нее соберем. А яблоки садить нужно. Поэтому посадили их прям по клубнике. Сейчас, когда урожай соберем, все это спашем, задискуем. И останется молодой сад. А клубника даст тоже, наверное, удобрение с собой? Ну, любая органика, попадая в землю, перегнивая, дает удобрение. И клубника, да, зеленая масса есть и что-то додаст. Яблоки разные садим. Садим флорину, чемпион, голден, фуджи, ханей, крисп. То есть разные сорта. Планируем сейчас, может, пару гектар посадить раннего летнего яблока. Когда одна культура, вкладывается в нее очень много, и сил, и средств, и вдруг какие-то погодные условия, там, заморозки, дожди, да, там, неурожай какой-то. И можно как бы остаться и без заработка. А в нее-то вкладывать все равно нужно будет, а затраты здесь немаленькие. Поэтому садим еще, чтобы была и клубника, скажем, и яблоки. Ну и плюс с яблоками, конечно, работы меньше в плане людей. Здесь все делает техника. Люди нужны только на уборку. На уборку люди есть всегда. Поэтому здесь два трактора, два тракториста и выполняют всю работу. Здесь три года деревьям. Сорт флорина. Иммунностойкий сорт. Менее он воспринимает какие-то болячки, болезни. Меньше, что на него цепляется. Естественно, меньше обработок, ну, естественно, качественнее будет и яблоко. Трасса там проходит, как бы, ну, когда там заезжают купить, скажем, то все, ну, туристы в основном, да, там люди городские. И для них такое вот увидеть, ну, там какие-то объемы, да, там ягоды, особенно, когда ее много, когда это, ну, нравится им. Бывает. А можно у вас поработать? Ну, смотря какое время года, смотря какая работа, смотря там нужны люди, не нужны. Но бывают, да, люди привлекаются. Если им хочется поработать, пусть поработают. Работы здесь хватит на всех и всегда. Да, с утра до вечера, ну, с шести часов уже здесь готовим. Ну, сейчас на данный момент уборка, да, то есть нам нужно подготовить пустую тару, развести, разложить, руководить там рабочими, да, теми же там грузчиками, тех, кто носит эти пустые коробки, полные коробки. Руководить людьми, кто-то должен там их контролировать, записывать, то есть, ну, походу сажусь на трактор, еду там, вот сейчас пахать надо. Постоянно в работе, то есть нет такого, что директор дал по телефону разнарядку и где-то там, это здесь в поле так не получится. Чтобы получилось, нужно гореть и желать. Мечтать, что твой труд принесет пользу другим и будет радовать тебя самого. И хотя клубничный сезон не такой уж длинный, за это время все равно можно успеть подарить ягодное счастье и тем, кто рядом, и всему Крыму. И, наверное, нет ничего лучше, чем оказаться среди клубничных полей на берегу небольшой реки и принять участие в сборе самого вкусного летнего урожая. Я по образованию вообще железнодорожник, из никаких знаний не получал, то есть все методом проб и ошибок. За 10 лет научились работать. Ну, здесь, да, здесь семейный бизнес и тут целая семья работает. Да, не то чтобы я один, здесь вся семья работает. Лично для меня лучше жить в деревне. Я город, в городе мне как-то не по себе. Не знаю почему, потому что, может, я вырос в деревне, я вырос в частном доме. Потому что мы занимаемся, когда есть свободное время, у нас охота и рыбалка. Поэтому мы, в принципе, когда в октябре заканчиваем всю работу и уходим отсюда с поля, то там дальнейшие 2-3 месяца зимы мы пропадаем постоянно на охоте. То есть там свой коллектив, да, и мы как бы в деревне в любом случае, в деревне на природе постоянно. Нужно желание работать с утра до вечера в поле и на жаре, и в снег, и в дождь. Ну, естественно, какой-то первоначальный капитал, потому что здесь достаточно много средств нужно, чтобы даже что-то начать. По долине все появляется. Клубники очень много появляется, также деревья появляются, виноград садят, персик, черешня. Видно, что будущее есть. Просто если раньше это были совхозы, да, и были на высоком уровне, потом все это пришло в запустение, все это было закинуто, позаросшее травой, лианами все это, то сейчас, вот последние 5 лет, сейчас уже клочка земли свободной здесь не найдешь. Все хорошо, когда все растет, не болеет, приносит хорошее урожай, и с этого есть заработок, с этого есть прибыль. Есть наемные люди, да, которые так же само здесь работают, зависят как бы от нас, да, потому что много людей. У нас вот достаточно большой штат, который работает постоянно, круглогодично, и предоставляем рабочие места. Ну, и когда все хорошо, тогда и счастье. Субтитры создавал DimaTorzok